Привет вам мои хорошие! Ну что, соскучились за мной? Да, я знаю, давно у нас не было новых обзоров на мобильное ММО и пришло время это исправить. Более того, вы просто засыпали ноздоком просьбами рассказать о недавно вышедшем на мобилках DragonSTM, так что о ней пойдет речь в сегодняшнем обзоре. Но перед началом хочу порекомендовать вам канал Ламповый Айон. Там вы найдете массу полезных гайдов, посвященных самым разным вопросам, связанных с Айоном, а также много чего, включая разные обзоры и, конечно же, стримы. Обязательно переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Ну а теперь давайте вернемся к DragonSTM. Для тех, кто не знает, сразу скажу, что это мобильная версия анимешной MMORPG для персональных компьютеров. И наверняка многие из вас играли у нее на ПК, пока русский сервер не был прикрыт издателем. Стоит отметить, что DragonSTM обладает гораздо более точно воссозданным геймплеем и графиком из ПК-версии, чем мобильные другие спин-оффы этой ММО, которые были выпущены раньше. Так что, думаю, поклонникам ПК-версии должно это особенно понравиться. Лично мне очень понравилась картинка. Честно скажу, на ПК играть мне не приходилось, но на экране мобильного телефона игра выглядит просто восхитительно. Ну прям идеальная, милая анимешная фэнтези. То же самое можно сказать и анимации персонажей и их боевки. Все выглядит очень красиво и приятно. Кстати, чуть не забыла сказать, что в игре есть несколько режимов камеры. Начинают изометрики и заканчивая полноценным 3D с возможностью вращать камеру как угодно. Что касается игровых классов, то нам на выбор доступно аж 7 штук. Но со временем эта цифра станет больше. Каждый класс достаточно интересен. Есть тут и обычные классы, вроде лучника, воина и волшебника. А есть и более интересные, вроде клирика, меха лоли и танцовщицы кали. Короче говоря, на любой вкус. Так что вы точно найдете то, что вам понравится. Также отмечу, что игра насыщена ПВЕ контентом в виде данжей. И это не удивительно, ведь в принципе это данжика. Прокачка тут долгая и в своем большинстве проходит исключительно по сюжетной линии. И если быть совсем честной, то порой при прокачке становится скучно. Но это лично мое впечатление. Данжи, кстати, имеется с разным уровнем сложностей. Чем выше сложность, тем больше лута вам выпадет. В игре имеется также возможность крафтить себе сет. Так что вам придется посещать разного рода рейды, дабы выбить необходимое для крафта итем. В общем, если все подытожить, то перед нами вполне классическое мобильное ММО. Она, пожалуй, зайдет фанатам и любителям милой анимешной картинки. Но, к сожалению, не предложит ничего кардинально нового прошаренному геймеру. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось видео. И если это так, будьте няшками и поставьте лайк. И подписывайтесь на канал, тут много интересного. Хороших вам игр и до следующего выпуска. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok